Здравствуйте, дорогие друзья! Друзья, сегодня мы продолжаем встречу с нашими друзьями, коллегами, сотрудниками, с которыми сотрудничаем в рамках Международного методического центра по разработке и внедрению новаторских методов, подходов для оздоровления и, самое главное, развития особых детей и подростков. Он назван «Рамот». На прошлых встречах мы встречались с представителями центра «Алана» из Никополя, с Украины и с представителями фонда «Трамплин» из Казани, России. Сегодня у нас в гостях, в обычных гостях, мы достаточно часто общаемся, наша замечательная Лена Устегова из Казахстана. Еще одна страна. Мы попросим сейчас Лену рассказать о себе. Лена – арт-терапевт, психолог, руководитель музыкального театра «Крылья». Ну и, кроме всего прочего, она еще и одна из наших подопечных и одна из тех, кто при нашем некотором содействии совершили чудо, зафиксированное в медицинских документах. Ну, об этом она, наверное, потом, в конце расскажет, о том, что… Она расскажет о снятии диагноза через бесплатную дистанционную работу. То есть из-за вот этих обстоятельств они так и не смогли к нам приехать, поэтому вся работа, общение, помощь, поддержка, содействие происходили только дистанционно. И в результате вот был официально снят диагноз за аутизм. Спасибо. Я правильно говорю, да? Да. Все верно. Вот. Ну, самое главное, вот сейчас Лена расскажет о том, что хорошего, полезного она делает для детей вместе с детьми. И о том, что дало конкретно, привнесло в эту деятельность нового наше сотрудничество в рамках Международного методического центра. Лена, внимательно слушаем. Здравствуйте всем. Меня зовут Елена Устюкова. Я живу в городе Нур-Султан. Это Казахстан. И мой путь в особое детство начался очень давно. Мой сын, старший сын, родился в 2004 году. И тогда, когда ему было 5 лет, его не понимал никто. Его речь не понимал никто. И таким образом начался мой путь в изыскании различных методов, как его социализировать, как сделать так, чтобы этот мир был понятен ему и он был понятен этому миру. Так я пришла в арт-терапию. У меня музыкальное образование, колледж, консерватория. И я спокойно себе работала с детьми обычными, которые просто ходили в колледж, просто занимались музыкой. И все мои знания и умения, которые к 2009 году накопились, я притворила в арт-терапию. При этом я занималась, мне пришлось, вернее, и было это интересно, освоить все в арт-терапии. И изотерапию, и танцедвигательную терапию. А музыкальную терапию я посмотрела на музыку совсем с другой стороны. И весь этот путь привел к тому, что и мой сын начал вообще лучше воспринимать. У нас с ним наладился контакт. Это были горы пластилина. Это были часы, когда он проводил за лепкой. К слову сказать, что пластилин я просто ненавидела. Но именно мое взаимодействие с терапевтическими методами, они привели к тому, что я стала спокойнее к этому относиться. Я поняла, насколько это важно. И насколько в каждой ребенке есть вот это зерно творчества. И как это зерно, когда оно поливается правильными удобрениями, когда оно взращивается в спокойной, созидающей среде. И как это зерно может вырасти в прекрасный росток. И затем в дерево. Таким образом, у моего сына, у старшего, появилось такое, так скажем, доверие этому миру. Он до сих пор лепит. Сейчас ему 17. И на тот момент у него произошел очень большой сдвиг. И мы нашли потом уже хорошего логопеда. И там уже прошел сам по себе процесс. Сейчас это великолепный оратор. И моя деятельность так и продолжалась в арт-терапии. Потому что мне это было очень интересно. Я занималась очень много с особенными детками. И затем у меня родились еще дети. Вернее, сейчас их уже четверо. И когда мой младший сын, в два с половиной года, он перестал говорить все, что он говорил в полтора года, когда он перестал есть все, что он ел до этого, и я посмотрела на него очень внимательно и поняла. Надо сказать, с ужасом поняла, что у моего сына то он не похож на всех остальных детей. Мы пошли по специалистам. Это был путь, который знаком каждому в этом чате. Это был и ужас, и страшные диагнозы, и обещания, достаточно тоже страшные, от специалистов. Я, как и многие мамы, которые здесь присутствуют, я точно знаю. Недолго, надо сказать, по сравнению со многими тоже, недолго я была в отчаянии. Я посетила две самые важные церкви в нашем городе. И буквально на следующий день я нашла Давида в интернете. Это был отзыв, я услышала отзыв Валентины. Затем я начала слушать все отзывы, которые есть. Я настолько поняла, что это то, что нам нужно. И мы начали сообщаться. Началось общение с Давидом. Это было два года назад. Наш сын, первое, что получилось, он начал хорошо спать. И это был мой самый важный запрос, потому что к этому времени он спал по полчаса за ночь. И так с каждым часом, с каждым днем были все больше и больше улучшений. И мое доверие Давиду, Юсефе и всем методам, которыми они пользуются, было все больше и больше. Когда я в прошлом году увидела, что Давид с Юсефой начали сотрудничать с Камилем Челаевым, и это музыкотерапевт, я вдруг думаю, боже мой, да что ж такое, да я же тоже занимаюсь музыкотерапией. И у меня, я занимаюсь с детками норматипичными, но обычно, так как это кружок при дворце школьников, обычно в группе из 10-12 детей у меня двое-трое детей с какими-нибудь диагнозами. Причем родители приводят и так это осторожненько, так подпихивают и ничего не говорят, что с детьми что-то не так, и они хотели бы что-то подправить, они просто говорят, ой, возьмите, посмотрите. И вот эта вот толпа заходит, когда детей, и мы начинаем заниматься первое занятие, и первые 10 минут, и сразу же все понятно. Я спрашиваю родителей, а что случилось, почему вы мне ничего не сказали, что у вас интересный ребенок? И они говорят о том, что мало кто из педагогов хочет заниматься с такими детьми. Боятся. Родители норматипичных детей боятся таких детей. И как они удивляются, когда они видят, ну я им присылаю, например, какое-нибудь видео, или там, ну, фотосъемку, они видят, что их дети совершенно не отличаются в процессе работы, в процессе занятий и упражнений от других детей. Они очень удивляются, потому что на самом деле у меня такой подход. Я их не различаю. Надо сказать, что ко мне, конечно, ну вот в таком возрасте, в возрасте 6-7 лет, приводят детей, конечно, не таких сложных. Ну, даже, например, как вот мой сын. Детей, которые с трудом говорят, но они что-то выдают. Это дети, которые, у них сложность с коммуникацией, но все равно это дети, которые прошли уже определенный путь. И, конечно же, ну, мы с вами все знаем, что аутизм, он выглядит совершенно по-разному с каждым ребенком. И поэтому именно таких детей, их возможно брать в инклюзию, в такие большие группы, и они прекрасно вливаются в них. Именно потому что и у меня, и у детей, которые ходят ко мне в группы, у них нет различия, что этот ребенок какой-то другой. Я уверена в том, что в каждом ребенке есть вот это зерно, зерно творчества, которое можно развить. Просто нужно быть очень внимательным. И на это у меня есть время. Этому же я уже учу педагогов, которые работают с такими детьми, потому что обычно у нас центр бесплатный, и обычно мамы таких детей пытаются своего ребенка записать на все кружки, которые возможны. И этот ребенок, он идет сначала, например, ну вот ко мне, а потом идет на хореографию отдельно, потом еще куда-то. И, естественно, там же есть такие же педагоги, которые сейчас вот, ну, они уже, вернее, с прошлого года, как мы начали вот работать в этом центре, они обращаются ко мне за помощью, как с ними коммуницировать с этими детьми. И все получается, то есть все мои рекомендации, если они выполнены точностью, то все получается, взаимодействие складывается. И, конечно же, это большой прогресс для таких детей. Это работа с самим ребенком и, получается, с педагогами, которые с ним работают. Но большую роль играет также работа с родителями. Почему у родителей возникают сложности в работе, именно в занятиях с такими детьми, особенностями? Я могу сказать и как педагог, и как мама такого ребенка, потому что такие же сложности возникают у меня в работе с моим сыном. У каждого из нас, у родителя, есть определенные ожидания. И если мы занимаемся с ребенком, то они могут перерастать даже в претензию. Но это минус занятия с собственным ребенком. Но какой есть огромный плюс? Никто и никогда не будет любить нашего ребенка так, как любим его мы. И никто не проводит с ним столько времени, как проводим с ним мы. Поэтому именно у нас, у родителей особенностей, есть возможность узреть это зерно. Зерно творчества, зерно таланта, которое есть у каждого человека, у каждого ребенка. Потому что именно у нас есть время на внимательное наблюдение за ним. И вот об этом методе внимательного наблюдения я расскажу чуть-чуть позже. Мы сделаем с вами даже упражнение. А сейчас я хочу именно углубиться в тот процесс, которым я занимаюсь. Я его даже таким названием могу обозначить. Творчество и искренность в развитии человека, созидающего. Очень важное каждое слово в этом приложении. Почему? Потому что, начнем с самого первого слова, творчество. Я его воплощаю в своих занятиях и в занятиях со своим ребенком, и в занятиях с другими детьми через методы арт-терапии. Методы и формы арт-терапии. Я вот подготовила табличку, которую Дашенька может нам всем показать. Даша, ты меня слышишь? Да, минутку. Даша, ты можешь запустить презентацию. Первый слайд, и затем сразу можно второй. Ну вот, вот этот слайд. Навыки актерского мастерства в формировании человека, созидающего. На основе программы музыкального театра. И вот остановимся на этом слайде. Почему вообще возникло название музыкальный театр? Потому что все формы арт-терапии очень хорошо и ярко сочетаются в музыкальном театре, как в форме. И еще такой момент. Терапия все-таки это к вопросу о лечении. О лечении, да? А тогда, когда мы видим в ребенке человека созидающего, человека, у которого есть все возможности для того, чтобы жить в этом мире, мы его не лечим, мы его восстанавливаем с помощью вот здесь именно музыкального театра. В музыкальном театре мы создаем образ через музыку, слово и танец. И еще там у нас следующая будет табличка, которая, ну, я уже скажу, которая использует методы изотерапии. Так вот, в музыке мы используем, мы используем не просто звук, мы используем полную палитру музыкальных возможностей. Дашенька, покажи еще следующий слайд, потому что все равно мелко и там сложно это видеть. Также в музыкальном театре мы используем формы работы с декорациями, гримом и костюмом. Хорошо, спасибо, можно пока убрать. Ну, что очень мелко, поэтому лучше я все расскажу так. Итак, в музыке мы начинаем как с музыкой, как фоном, также и музыка звучит у нас в каждом звуке, который мы издаем. Музыка может звучать у нас на занятии без слов и так же, как пение. И сразу скажу, что, конечно же, наши дети, кто-то говорит, кто-то не говорит. И вот я сегодня хочу сказать и о говорящих детях, и о неговорящих детях. Я считаю, и это мое глубокое убеждение, что каждый звук, произнесенный ребенком, это уже часть будущего слова. Я к этому так отношусь. И поэтому на занятиях с музыкой мы обязательно формируем ценность и уважение к каждому звуку. То есть звук должен быть произнесен или спит, не просто так. Поэтому просто орать и кричать не принято у нас на занятия. Это достаточно жесткая форма. Хочу сразу сказать тоже, что с моим сыном, например, мы еще работаем над этим. Но на своих занятиях все получается у меня, потому что я там тетя, чужая, не мама, которая будет жалеть. И наверняка там мой голос звучит по-другому. И я хочу сказать вам, мамы или папы, даже если сейчас не получается правильно работать со звуком, все равно идите по этому пути, потому что потом ребенок сначала он поет, потом он кричит, но когда-то он и заговорит. Итак, когда ребенок неговорящий, я использую формы распевок, но я беру тот звук, который уже звучит у ребенка. Например, он приходит и постоянно там говорит и в разных тональностях, и в разной громкости. И я присоединяюсь к этому звуку, внимательно присоединяюсь на той ноте, с которой он начинает. И мы вместе с ним ведем этот звук. То есть он а-а-а, и я с ним а-а-а, и потом я делаю то, что мне нужно. То есть делаю его тише, а потом мы это делаем тогда, когда это нужно. Например, ребенок, который не говорит и фактически может не принимать участие, такого полноценного участия, например, в инсценировке какой-нибудь сценки, мы с ним вместе, я, во-первых, с ним очень рядом, всегда близко. И мы с ним вместе вставляем, например, какое-то музыкальное сопровождение. Например, если у нас сказка про паука, то паук у нас обязательно будет говорящий, он будет мычащий или кричащий, и именно этот ребенок будет пауком вместе с каким-нибудь другим ребенком. Потому что ног у паука много, и можно использовать все руки и ноги у каждого ребенка, и этот паук будет у нас мучать, кричать, но тогда, когда я это говорю. Сначала ребенку может показаться странным, что какая-то взрослая тетя с ним вместе мучит или кричит, но потом он вдруг понимает, что его слышат, и он начинает тоже уважать звук, исходящий из его рта. Это очень важно, потому что таким же образом мы формируем уважение и ценность каждого движения, которое делает ребенок, не только когда он потом танцует или просто двигается под музыку, не только тогда, когда он рисует или рисует на бумаге, или на полу, или на себе он рисует, но и тогда, когда он начинает подходить к другому человеку, и не просто хлопать его или сжимать, потому что он хочет с ним пообщаться, он вдруг замирает с этим внутренним вопросом, а как это воспримет этот другой человек, такой же маленький ребенок, как он, мое движение. То есть именно тогда, когда мы формируем уважение к его звуку, к его движению, вдруг он сам начинает ценить свой звук, свое движение, и, подходя к другому, он задает вот этот момент. Это такой удивительный момент, когда ребенок вдруг замирает и с осторожностью протягивает или руку, или какой-то предмет другому ребенку. И другой ребенок, естественно, он там берет или говорит нет, но он смотрит на него. И тут происходит именно вот эта магия коммуникации, магия взаимодействия. Но, еще раз повторюсь, все началось с того, что я, как взрослый, начинаю уважать любой звук и любое движение, которое делает ребенок. И уважать – это не значит потакать, это значит присоединиться, пойти два шага, три шага вместе, а потом именно я веду его туда, куда нужно, куда нужно мне. Важно понимать цель, то есть куда мы идем, зачем мы идем. Цель мы определяем обязательно при, я вот определяю при нашей первой встрече. Это так называемая диагностика. Я смотрю ребенка по всем параметрам, как он двигается, как он общается, что он вообще хочет, что не хочет, что ему нравится, что не нравится и так далее. Теперь, если говорить о нас, как о родителях, мы же с ребенком 24 на 7, постоянно его видим. Но именно из-за наших каких-то ожиданий или из-за того, что есть, например, рядом другие дети, в семье или на улице, мы постоянно начинаем сравнивать нашего ребенка. И в этом случае очень сложно увидеть, услышать и начать уважать то, что делает твой ребенок. Поэтому сначала мы можем увидеть, услышать и внимательно посмотреть на своего ребенка, произвести своеобразную диагностику, как он двигается, как он дышит, как он издает звуки, как вообще он хочет, что он хочет слушать, а что он не хочет слушать, что он руками делает. Потому что очень важно, потом руки у нас, в эти руки вложится карандаш, кисточка, ручка, и дальше он будет писать, и дальше он будет руками ощущать очень многое, что есть в жизни. Что он делает руками, а что он делает ногами. И вот этот момент сосредоточения на своем ребенке не как на том человеке, который не умеет это, 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 а как на человеке, который что-то уже умеет. Внимание, если ребенок дышит, он уже умеет дышать. Во всех процессах, которые происходят, в том числе и в творчестве, есть момент вдоха и выдоха. И сейчас мы плавно перейдем к речи. То, о чем мечтают очень многие родители детей с особенностями. И многие дети уже научились, благодаря Давиду и Юсефе, уже говорят, у них уже есть эта речь. Так вот, речь начинается с вдоха и выдоха. С этих самых звуков, которые мы начинаем уважать. Уважаем и ведем туда, куда идет наша дорога, к какой-то цели. Ставя перед собой цели, мы очень уважительно относимся к речи. И в этом и есть творчество. Потому что мы намечаем путь, мы намечаем цель. Но в то же время понимаем, что по этому пути мы пойдем, применяя разные методы, творческие методы. Там, где моему ребенку будет комфортно. Всегда нужно начинать свой путь. И вот в любой терапии, в любой созидательной деятельности, того, что ребенок уже умеет. Так вот, когда мы наблюдаем за ребенком, мы его как бы диагностируем по всем параметрам. Смотрим, что он уже умеет. Вот он ходит у тебя. А как он ходит? Так, вот, быстро, быстрый шаг, чуть медленный шаг. Как он дышит? Подышите вместе с ним. Вдох, выдох, вдох, выдох. Делайте это упражнение. Очень-очень удобно делать упражнение, когда мы делаем вдох и показываем на носик, выдох, рот, вдох, носик, выдох, рот. Когда мы смотрим на ребенка, даже если он сейчас отводит от нас глаза, это не значит, что он нас не видит. Нет. Это значит, что он за нами наблюдает. Поэтому мы не останавливаемся. Вот мы что-то там делаем, делаем, делаем. Прибежали, посмотрели на него, потому что он уже дышит. И если мы присоединяемся с слишком рьяно, а ну-ка, сейчас у меня сейчас упражнение с тобой, ну-ка, сейчас мы с тобой сейчас подышим, ну-ка, давай, смотри на меня. Вот вдох носом, выдох ртом. Нет, не пойдет. Мы присоединяемся к его движению, которое уже существует в этом пространстве. Мы тихонечко подсаживаемся и начинаем с ним дышать. Если он уже чем-то занят, мы уважительно относимся к этой игре, но подсаживаемся и делаем то, что есть наша цель. Мы уважаем его движение, его игру, но в то же время предлагаем ему вместе подышать. Сначала мы начинаем, мы же видим, как у него поднимаются плечики, как опускаются, да? И это идет его движение, его жизненная потребность. Мы присоединяемся к ней, начинаем вместе с ним дышать, вместе с ним делаем вдох, выдох, вдох, выдох, а потом мы акцентируем носик, раз, вдох, выдох, ротик, показываем, да, показываем обязательно и обязательно с улыбкой. И это хорошее настроение, оно очень важно. А как ему найти это хорошее настроение? А просто подумайте, сейчас я сделаю это для себя, потому что он мой ребенок, тот, кого я люблю. И я сейчас это делаю счастливо, дышу вместе с ним, показываю на носик, показываю на ротик, показываю на носик, показываю на ротик. А потом мы говорим, удивились, сменили эмоции. Или, например, он уже в каком-то плохом настроении. И мы также можем скопировать его эмоцию. Есть очень хорошее упражнение зеркало. Мы его, дети очень любят. И дети с особенностями любят его, ну, я не знаю, в тысячу раз. Потому что, когда он заходит, и он начинает, если что-то может говорить, он говорит, бывают дети, которые не говорят. Вот ему уже семь, и привели ко мне двойняшек, а они не говорят обе. Причем мама говорит, что они говорят дома, но они не говорят. И думают все, что они стесняются. Хорошо, стесняются. Но они молчат. И потом мы начинаем после знакомства, после различных упражнений, мы начинаем упражнение зеркало. Зеркало – это тогда, когда становимся мы друг напротив друга. Один зеркало, другой человек. Потом один зеркало, другой кошка. И меняемся. И когда ребенок видит, что даже он ничего не хочет показывать, но он уже в какой-то позе. У него где-то руки, где-то ноги, где-то голова. И его зеркало повторяет точности его позу. Ребенку очень нравится это. И если вы дома делаете одно из своих игр упражнения зеркало, вы увидите, как будет меняться ваш ребенок, потому что зеркало уважает того, кто в него смотрится. Лена, я прошу меня простить за вмешательство. Ну, не могу удержаться. Очень понравилось это упражнение. Мы с помощью методик Baby Video Feedback что-то подобное тоже происходит. Откуда взялась эта методика зеркала? Это театральное упражнение, которое проходят все студенты театральных вузов. Я когда-то занимался в театральной студии, но такое мне не было известно. Хорошо, спасибо. Потом это, может быть, отдельно надо будет описать, именно как рекомендацию для родителей или отдельного упражнения. Да, вполне возможно. Потому что что такое уважение? Вот это зеркало уважает того, кто в него смотрит. Что такое для ребенка уважение? Это победа. То есть я просто стою, меня зеркало копирует, и это классно. Значит, я что-то могу. Вот это вот, почему у детей очень часто происходит торможение в развитии. Потому что мы, как родители, не уважаем, мы не ценим успехов, которые делает ребенок. Ценить успех, это не значит говорить, ой-ой-ой, ну молодец, ну надо же. Вот это вот сделал, и все, прям растворились. Нет, это уважение, когда мы говорим, ты молодец, ты это сделал. Ты вот, я вот прям верю в тебя, да? И идем дальше. Да? Давай. Лена, еще я прошу прощения. Мы, с твоего позволения, сделаем отдельную запись именно на эту тему. Это упражнение просто отдельно расскажем, ты расскажешь. Скажи, пожалуйста, ты знаешь, когда оно появилось, это упражнение? Ну, я точно знаю, что в МХАТовской школе и вот Немировича Данченко, то есть это вот столпы театральные, да, уже было. Понятно. Значит, это как-то меня миновало. Я так сейчас просто сидел, вспоминал, когда это было. Это было 40 лет назад, то, когда я занимался в театральной студии, это было при университете, в котором я был, да, это на первом, втором курсе. Но вот я такого не помню. Ладно. Это упражнение описано очень хорошо в литературе театральной, но еще вот я его прям очень классно вычитала. Это как подтверждение, да, того, что я делаю, у сына Антона Павловича Чехова, тоже у него фамилия Чехов, и у него есть прям книга по вот таким вот методикам, приемам театральным, как их применять в жизни. И я многие приемы оттуда применяю в тренингах и для детей, и для взрослых. Я могу поделиться потом. Ловим тебя на слове, вот чтобы именно по поводу поделиться. И да, вот я буквально тоже пару дней назад читал снова о том, что Антон Павлович Чехов смог за свои 44 года сделать. Для людей это просто колоссально. Рекомендую тоже посмотреть, почитать. Это отнюдь не только книги, это огромное количество доброй деятельности, создание школ за свой счет. Огромное количество практических дел, практически для тысяч людей. Меня это тоже поразило весьма. Так что мы тебя поймали на слове. И постараемся в ближайшее время сделать такие вот записи, практически помогающие, видимо, на упражнениях, подходах и так далее. Дело в том, что я как раз хотела предложить вот это, потому что у меня сегодня будет много таких вот практических рекомендаций, и можно было бы просто сделать отдельные прям циклы. Да, 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 вот именно так давай сделаем, практически, ты потом мне... Хорошо. Ты везь со мной, мы конкретно поговорим. Тогда сегодня просто вот пройдемся по уму, что есть. Да. Слушаем. Хорошо. Двигаемся дальше. Значит, формирование уважения. Еще раз. Это о том, что ребенок уже что-то может. Это формирование его самоуважения. А человек, уважающий себя, он... Здесь не бойтесь переворщить, потому что наши дети многое не могут, что могут норматипичные дети. Но они от этого не страдают. Но им же придется пойти во взрослую жизнь. И нам очень хочется, я думаю, ну вот мне, например, очень хочется, чтобы мой ребенок был очень самостоятельный, чтобы он был полноценный член общества. Чтобы он смог делать то, что ему хочется, именно в вопросе созидания своей жизни, в вопросе ее создания, в вопросе творения своей жизни. И чтобы это было, конечно же, на благо другим людям. Так вот, и вот этот вопрос уважения к каждому звуку, к каждому движению формируется у ребенка через такие простые, но очень точечные упражнения, которые может делать каждый родитель. Почему я сейчас не говорю о специалистах, таких как я, таких как многие дефектологи, логопеды и так далее? Во-первых, это я повторюсь, да, что никто не будет видеть детей так же, как мы. И мы видим их чаще, поэтому у нас есть возможность, о которой говорила мне когда-то очень мудрая женщина-логопед, к которой я пришла со своим первым сыном. К сожалению, она уже переболела вот сейчас коронавирусом и сложно отходит, и поэтому со вторым сыном мы еще к ней не попали. Именно она мне сказала такую вещь. Мама должна научить ребенка одеваться, раздеваться, собирать игрушки, а не только их разбрасывать. И вот тогда, когда он научится этому всему, придешь, и мы поставим ему звук «Р». Очень хорошая мудрость, потому что когда ребенок учится простым вещам, учится обслуживать себя, учится помогать, он это делает руками, ногами и головой. У него развивается все, и крупная моторика, и мелкая моторика, развивается все, что вообще есть в человеческом организме, используя простые бытовые предметы. Это мы и делаем на наших занятиях. В моих занятиях танец, например, он начинается всегда с простых движений, всегда с простых движений. Разминка очень простая. Я использую, вот, кстати, Давид как раз говорил про цигун, это же говорили сотрудники центра «Алана». Я использую динамический цигун, научилась этому у потрясающей одной дамы из Челябинска. Она как-то приезжала к нам в Нур-Султан, было очень холодно, и вот она всех решила согреть. И все согрелись, динамический цигун, потому что он в движении, очень таком мощном, активном, и там дыхание само по себе формируется. Тоже по этой зарядке, по этой разминке можем сделать отдельный ролик. Его любят все дети, его могут повторить все дети, эту зарядку. И я это делаю не только на детских тренингах, но и на взрослых, потому что он любого взрослого буквально, ну не знаю, с могилы поднимет. Занимает она недолго времени, и движение у нас начинается всегда с разминки. Танец начинается с разминки, это двигательная терапия, идет с разминки, потом с взаимодействия. И также вот в этом упражнении зеркало, о котором я говорила, там использую я тоже элементы двигательной терапии. Я меняю музыкальное сопровождение и меняю образные характеристики. То есть я говорю, сейчас у нас перед зеркалом собачка, которая хочет очень спать. Или, например, вулкан, который просыпается, или вулкан, который вдруг решил извергнуться. И дети, даже которые, вот дети с особенностями, не всегда понимают то, что я говорю, но они видят, что делают другие дети. Они видят, что вот если вот собачка, которая хочет спать, которая сильно устала, то это вот так. И вот тут такая фишка, что они видят не только одну собачку, которая сильно устала, но еще штук пять. И они все по-разному устали. И тут он понимает, что моя собачка может быть совсем другой. И вот это, что моя собачка может быть совсем другой, это и есть вот эта вот изюминка, возможность выбора. Когда ребенок начинает принимать, что я могу быть другим, и я здесь, я вместе со всеми остальными. Кстати, это большая проблема и в воспитании норматипичных детей. И если родители особенных детей очень быстро это понимают, потому что они давно знают, что у них не такой ребенок, то родители норматипичных детей с трудом это понимают, что мой ребенок может не хотеть одеть три кофты, когда вот такая погода. Он может не хотеть есть эту кашу, как это так? Он может не хотеть делать те вещи, которые делают все. И у него есть на это причина. И вот большая проблема тогда, когда родители не слышат не только своих детей, но они не слышат порой себя. И об этом тоже я скажу чуть позже. А сейчас я хочу показать те упражнения, которые работают в цикле. Как вы уже поняли, что все упражнения, которые я провожу в занятии, они все пропитаны с ней. То есть музыка пропитывает танец, танец пропитывает движение, отсюда вытекает речь. Если она есть, это речь. Если нет речи, мы используем любую. Лен, у тебя звук пропадает. Последние несколько фраз повтори, пожалуйста. И сейчас тебя тоже не слышно в данную минуту. Так, Лена немножко пропала. А, все, у меня почему-то тут что-то с интернетом, может быть. Так, я остановилась. Меня слышно? Да, вас слышно. Я остановилась на синергии, что каждый жанр пропитывает любое упражнение. И чем я люблю еще арт-терапию и конкретно музыкальный театр, как я его воплощаю, тем, что любой ребенок, который может прийти на занятия, он может найти себя. Если он сегодня хочет только топать, причем это не только ребенок со слотбенностями, а ребенок нормотипичный, просто его разозлили все вот утром, да, и его приволокли сюда вот на это занятие. И он просто, он злой, да, и он просто хочет только топать. И я ему даю эту возможность. Про безопасность мы поговорим тоже чуть позже. Так вот, и он может выразить этим топотом, да, то есть я прям его, я вижу его настроение, я его считываю, и мы быстренько его вставляем туда, где надо прям сильно потопать. Он прям натопается так, это вот похоже на метод, который Давид тоже дает, да, когда мы берем какую-то особенность и просто мы ее утрируем, да, даем ему возможность ребенку настолько ее выразить, что прям вот прям, чтобы больше не было у него сейчас этого желания, он ее реализует, он натопался там, как у меня, например, там строители идут, вот он строитель, он сейчас несет, еще мы дадим ему что-то потяжелее, и он этим вот этим топотом все там как будто бы разгромит, все в ужасе, то есть он получает адекватную обратную реакцию, он ее получает в экологичной реакции, тогда, когда он в экологичной форме получает обратную связь на свою злость, да, то есть я вот злюсь, и сейчас тут все вот разгромится, мы прям делаем тоже из подручных стресс, например, пуфики у нас стоят, мы пуфики сгромождаем друг на друга, и вот, значит, все отошли, все, ага, вот слон идет, строитель идет, сейчас он разрушит, а потом, ты же строитель, ты разрушил, построим вместе, и он там пыхтит, ну а давай мы тебе поможем, и тут коллективное взаимодействие, то есть любую эмоцию можно экологично проработать в формате музыкального театра, используя, тут же мы музыку кто-то подбирает, кто-то, например, пришел, ему вообще не хочется ни говорить, ни что-то на себя там одевать, ни раскрашиваться, ни что-то учить вообще, не дай бог, его и так, например, он так заученный весь, вот, и, но он любит музыку, я его спрашиваю, у тебя на плейлисте есть фотка, давай посмотрим, что вот подойдет под вот сегодняшнюю нашу эту сценировку, да, там про пауков, про там что-то еще мы там делаем, и тут же находится, и он, а может быть вот это, Елена Юрьевна, а может вот это, а давайте вместе послушаем, обсудим, то есть вот это уважение к ребенку, как человеку, как личности идет и в том числе и через уважение его эмоций, но уважение к эмоции не значит потакание ей, а значит ее видение, и если это невозможно разрешить в вопросе, вот именно вопрос-ответ, да, в форме вопрос-ответа, да, то есть диалоги, тогда это, или даже оно как бы разрешено, но видно, что эмоции осталось, мы можем эту эмоцию экологично выразить через средства художественного театра, в этом-то и плюсы, так вот, порой эти эмоциональные всплески или наоборот эмоциональные зажимы очень часто выражаются в сенсорной ненасыщенности, и на своих занятиях я также с помощью различных предметов, с помощью в том числе, ну вот сейчас я покажу всего, всего, что есть под рукой, происходит такое своеобразное сенсорное насыщение ребенка любыми материалами, вот я даже себе тут выписала, то есть если, например, процесс изобразительного творчества мы можем выразить, ну, как все знают, да, это краски, фломастеры, карандаши, а что еще? Это ткани, ну, наверняка ваши дети, да, вы сами наверняка заматывались когда-то в шторы, пугали там из-за штор, то есть вот это вот ощущение шторы на твоем лице, да, вот это ощущение разного материала, его тоже не хватает нашим детям, ткани различные, ну, не знаю, даже прятание за шкафчиком, это тоже декорация, шкафчик это тоже декорация, затем мы, например, вместе с детьми собираем камни, мы идем прямо тогда, когда сходит снег, мы собираем камни этими камнями, потом мы их сортируем, мы наполняем им пластиковые бутылки разного объема, например, пластиковая бутылка пятилитровая, да, или пластиковая бутылка двадцатилитровая, пластиковая бутылка, вот они приносят эти пластиковые бутылки, они их моют дома, они там всех говорят, вот мне нужно, нам нужно, родители звонят, что такое, зачем вам нужно пластиковые бутылки, мой ребенок начал собирать бутылки, какой ужас, И вы знаете, дети, которые не говорят, всегда приносят вот все, что нужно, все, что было сказано, то есть они все слышат, они все считывают, что нужно, и они лучше всех собирают камни, может быть, вы знаете по своим детям, которые тащат просто все, что угодно, берут все, что угодно в руки, вот это вот берут, вот мой вот там сейчас ходит и собирает камни моему, да. Лена, прошу меня простить. К сожалению, не слышу. Не слышно меня? Ну, продолжу, я просто... Ты меня слышишь? С интернетом проблемы. Меня слышно? Лена? Лена, скажи что-нибудь, пожалуйста. Лена? Лена? Что-то неполадки. Все, это что-то с интернетом у нас проблема. Меня слышно? Да, тебя слышно. Хорошо. Я поняла, я увидела, что уже много времени разговариваю, и сейчас я быстренько покажу просто, что возможно. Но я думаю, что мы можем потом, если будет такой вопрос... Нужно потом сделать несколько видеозаписей с подробным описанием того, о чем ты рассказывала. Опять ты пропадаешь? Лен, давай сделаем. Отключи, пожалуйста. Вероятно, если не получится через видео, отключи свое видео и просто расскажи. Еще то, что осталось. Хорошо. Ну, сейчас продолжаем, сейчас нормальная связь. Ага. Хорошо. Так вот. То есть мы можем использовать для того, чтобы вот именно сенсорно насытить ребенка, в формате игры мы можем использовать все, что угодно. Это могут быть вот ткани, вот смотрите, видите, да, вот это вот так вот натягивание, вот это все. Дети очень любят заматываться, причем все дети, в различные ткани, и нужно просто им дать это. Дело в том, что мы просто им не разрешаем. А у меня на занятиях это можно. И поэтому они развиваются просто, ну, не знаю, норматипичные дети, вот простые дети, да, они вдруг начинают учиться, вдруг начинают лучше читать. Ну, у всех по-разному. Кто-то начинает лучше слышать, кто-то начинает лучше видеть, кто-то начинает вообще просто песни петь. И это тоже хорошо. Теперь смотрите, вот различные вот такие вот бантики, да, то есть вот мы их наматываем вот так вот, да, мы их не просто бантиками замазываем, да, а вот именно ощущение материалов, оно дает именно это сенсорное насыщение. Теперь смотрите, вот мы собираем камни, да, вот эти камни, ну, это я собрала на мужском побережье, когда это было. Вот, я тоже принесла им целую коробку вот этих камней. И на следующий же день, вернее, на следующее занятие дети поприносили разного, вот тоже качество, ракушки, вот какие-то, знаете, вот камни, которые вот с разными щелями. И вот они начинают, мы придумываем истории, мы их разукрашиваем, вот эти камни, да, здесь можно целую картину нарисовать. И это все, а, ну вот, смотрите, вот я прям специально себе, у меня тут такой тазик, видите, вот тазик с разными. Вот смотрите, наверняка многих мам раздражает, что их ребенок вот делает вот это, да, но это можно превратить в музыкальное произведение. Когда вы откладываете свое дело, важно, да, и уделяете внимание вот этому вот, вот этим звукам, да, но вы можете сначала присоединиться к ним, вот вы берете и стучите, да, вместе с ним. Сначала громко-громко-громко-громко-громко, а потом потише, тише, тише. Даже если ребенок, нам кажется, что он не понимает обращенную речь, но он слышит, он все равно слышит. И даже если ребенок плохо слышит, он все равно улавливает, что ваши движения начались быть другими, вот они реже, они начинаются вот более аккуратными становиться, да, он начинает копировать вас. Это вот то же самое, что мы делали, о чем я говорила в упражнении зеркала. Но сначала вы к нему присоединяемся ненадолго, не волнуйтесь, ваш дом не взорвется. Наоборот, вы еще быстрее сделаете то, что вам нужно, ваша цель, чтобы ребенок понял, что это, да, это может быть как музыкальный инструмент, такой гремящий музыкальный инструмент, но его использовать можно по-разному, да, а не просто там долго-долго в него стучать. Так, вот смотрите, разные, я вот взяла тут разные формы перчаток. То есть тоже мы можем сделать вот такие вот отдельные блоки, в которых рассказать более подробно, как это делать. Давайте, смотрите, делаем то же самое упражнение зеркало, вот, вот такие вот перчатки, разные, видите, там структуры, вот это одинаковое, а потом мы, например, нейтриловую перчатку, если сюда одеваем, обожаю все дети, обожаю, потому что и взрослые просто этого не дают. А я даю на занятиях, и своим детям тоже дают, то есть у меня дом вообще терапевтическая студия такая. И благодаря этому мои дети просто, я точно знаю, что они становятся просто счастливее. Они знают, как себе помочь в сложной ситуации, это факт. И вы сами можете себе помочь в сложной ситуации, но об этом мы тоже можем подробно попозже поговорить. Так вот, разные виды перчаток, да. Ребенку даже может быть сначала неприятно, очень важно, внимательно относимся к его ощущениям. Может быть, неприятно вас трогать, а может быть, вот эта перчатка тряпичная будет для него приятная, вот эта нейтриловая будет неприятная, да. Но с нейтриловой перчаткой вы видите, что ему неприятно, но вы берете и своими тряпичными перчатками берете вот эту нейтриловую перчатку, наполняете ее водой, она становится у вас такая вот пузатенькая, да. Наполняете водой, он видит, что она пузатенькая, да. А потом вы берете, да, и можете ее вот так хлопнуть, лопнуть, и вода, конечно, во все стороны. Важно, да, вот тут про технику безопасности. Ну, в принципе, вот я вкратце сказала о том, что мы используем на занятиях все подручные материалы. И, конечно… Прошу прощения, то есть неприятная перчатка превращается в дружелюбную, приятную, дающую веселую. Очень интересно, да. Да. И при чем сначала ребенок, ему страшно, но так как она ему была неприятна, например, да, сначала я даю пощупать, сначала я вот так вот болтаю, да, вот эта перчатка, потом даю пощупать. И, кстати, очень многим детям, которые без диагнозов, им тоже неприятны некоторые вещи. Им неприятно многим вата, неприятно многим… Вот я сама, будучи взрослой, я поняла когда-то, что мне неприятно глина. Но именно тогда, когда я вот окунулась в это, да, сначала мне было ужасно, до тошноты было неприятно. И многим взрослым, да, вы можете по себе ощутить, что вот, например, вы входите в какое-то помещение, и вам неприятно какой-то звук, какой-то запах, да, и вы понимаете, лучше бы мне отсюда выйти. И вот когда мы начинаем себя понимать и уважать свои чувства, да, то есть сейчас я раздражен, не потому что я… что-то происходит вот прямо сейчас, а потому что тут запах неприятный, потому что жарко, но я не так одет. Когда мы начинаем уважать себя, мы тогда больше начинаем понимать детей, и тогда у нас есть больше возможностей для того, чтобы превратить то, что неприятно, в то, что все равно интересно. Вот это самая перчатка. Сначала я ее вот так вот плюхаю, чтобы она там, вода разлетелась, но потом он тоже думает, да что такое, и потом все, ой, дайте, дайте. Он видит, что всем дайте, дайте, ну, кто вокруг, и ему тоже же, вот он начинает вот это вот, она туда-сюда болтается, а потом ему все равно хочется это плюхнуть. И он выходит мокрый, конечно, счастливый, ну, абсолютно счастливый. Лена, тебя не слышно. Лена, ты слегка пропала. Ты перчатка. Ты пропала. Давайте сделаем таким образом. Лен, связь плохая, не получается даже тебя услышать. Вот ты сейчас снова пропала. У нас осталось не так много времени. Хорошо. Я завершаю. Да, мы обязательно поставим себе галочки на то, чтобы сделать совместно несколько таких видео. Обязательно. Для этого я тебя попрошу просто внутри Зума сделать самой записи и прислать нам. Хорошо. Так, ну, тогда давайте. Да, да, делаем таким образом. Просто у нас как бы осталось еще в общей сложности 20 минут. Люди тоже уже перегружены, очень интересная информация, но перегружена. Так что мы сейчас на этом прерываемся. С описанием очень интересным и важным. И сделаем это потом отдельно. Можно я в двух словах просто завершусь, чтобы… Да, конечно. Значит, вот у меня еще просто я отметила себе безопасность. Вот немножко уже сказала об этом, да, и обязательно продумываем пространство. Ну, это тоже можно сделать отдельный прям ролик про безопасность проведения всех этих мероприятий. Теперь, и очень важно понимание цели. Взрослый должен понять свою цель, для чего он это делает. Эта цель должна быть четкой, ясной и понятной для взрослого. Неопределенный по времени, вероятно, да? Да. Но путь можно выбирать разный. Вот в этом и есть творчество. Лен, ты снова пропала. Лен, ты меня навела сейчас на одну мысль. Я об этом… Да, я об этом… Лен, связь пропадает, так что давай немножко перейдем чуть-чуть на другое. Ага. Очень интересно. Многое для себя узнал, я это сам. И ты меня натолкнула на один вопрос, который хотел бы сейчас задать, сказать. Это касается вопроса, который достаточно часто возникает у некоторых людей, которые слышит о том, что «А, вот в центре еврейской медицины, Давид, который и выглядит иудеями». Вот это вот не совсем понятное обозначение «центр еврейской медицины». Люди думают о том, что «Наверное, это только предназначено для иудеев». И мне… Ты вот сегодня рассказала о том, что… Я достаточно часто слышал о других людей, я вот хочу попросить их сейчас в двух словах, может быть, в этом рассказать о своем таком опыте, подобном тому, который был у тебя. Ну, человек пять, я думаю, здесь присутствует из таких людей, которые тоже могут рассказать что-то подобное тому, что рассказала ты в самом начале, что вот после того, как там помучилась, пострадала, обратилась к Богу, после тебя это был поход по храмам. Да. И сразу после этого как-то вот возникло наше знакомство с «Центром Бердавида». Ну, да, это… Да, это так. И я думаю, об этом сейчас стоит сказать, потому что это достаточно непростой для многих вопрос внутренний, до того, как мы начинаем общаться, вот, ну, «Центр еврейской медицины». Ну, ну, что это такое-то? Какое-то отношение имеет, например, к нам христианам и к нам мусульманам. И вот достаточно немалое количество людей, к моему удивлению тоже, они вот выходят на общение с нами сразу же после вот целенаправленного обращения к Богу. И это и мусульмане, и христиане. У христиан это достаточно часто происходило. Ну, и просто как бы люди, которые считают себя атеистами, просто вот какое-то вот обращение, вот мольба к миру приводит к такому результату. Что касается тех людей, которые близко христианства, достаточно часто они рассказывали о том, что это происходило после обращения к Святой Матроне Московской. Вот здесь сейчас тоже, вот я не знаю, слышат они или нет, есть минимум несколько человек, которые об этом рассказывали уже. Сейчас я это впервые услышал от тебя. Может, ты рассказывала, я забыл, но это было много лет назад. Ну, и я молилась Архангелу Михаилу, потому что у меня сын Михаил, и я прям мне, ну, я думала, что это такой глюк. На самом деле мне показалось, что я услышала, что он мне сказал, иди, и все будет хорошо. И вообще, ну, что-то даже в стихах, я сейчас уже не помню, где-то у меня записано. Вот, но буквально на следующий, даже в этот же день, вечером, я просто нашла на Ютубе о вашем центре. Я вот как раз удивлялся таким рассказам людей, которые рассказывали о том, что они делали, например, тот же поиск Ютуб в Гугле по тем же словам. И вдруг получали внезапно информацию про нас. До этого она не проявлялась вообще. После молитвы, опять-таки, это и христиане рассказывали, и мусульмане. Вот я вот попрошу, может быть, тех, кто сейчас присутствует, может быть, кто-то скажет, там, Даша, Лера, может быть, Дана, кто тут еще, Настя, если здесь не вижу. Вот, если можно, чтобы в двух словах кто-нибудь еще рассказал про подобную странную ситуацию. Я отключаюсь тогда, да? Ну, да. Давид, можно сказать? Да. Даша, Даша. Да. Вот у нас именно такой случай, потому что, когда я заметила, что с ребенком что-то не так, то мы, как сказать, ходили по всем врачам, я искала разные методики, ничего не помогало. Конечно же, я просила Бога, но в один момент, я помню, меня просто как, если попросту сказать, накрыло, и я очень сильно просила Святую Матрону помочь. Очень сильно, просто, я не знаю, до сумасшествия, наверное. И где-то вот через полчаса или вечером, в тот же день, я нашла информацию про вас, и тоже достаточно необычно. В виде статьи она мне попалась, и что вы сделали одной семье, как вы помогли им. Вот, и я начала искать уже потом информацию в YouTube, но до этого момента мне ничего не попадалось. Вот именно в вашем центре, после молитвы, после обращения к Богу, это случилось. Ты потом вышла бисером. Да, я вам даже подарила эту икону, чтобы она тоже хранила ваш центр, несмотря на то, что вера другая, но все равно. Да, вот это вот для людей иногда странно, а как это совмещается? А вот как это совмещается? И определяются надуваются свыше они людскими пониманиями. Вот такие случаи, когда к нам направлялись с Богом люди вот через обращение через патроны московских тоже очень... Это было многократно, скажем, это так. Спасибо. Ну, то же самое мусульмане говорили после 5000 молитв, например. Ну, вот дальше почти так же, как ты рассказывал. Кто-то еще что-то хочет сказать вот об этом? Да, я хочу сказать. Секундочку. Кто это? Юля. А? Ой. Юля. Да, ты, по-моему, про это не рассказывала еще? Говорила я, и в видеоотчет у меня был. Ай, я не помню его там, да, слушай тебя. Что после обращения к Матушке Матроне, когда мне ставили бесплодие, я забеременела, а потом, когда начались заботы с Артемом, я обратилась к Богу, к Матушке Матроне и нашла вас на следующий день. Спасибо. Так, вы с какой страны? М? Вы в России живете, да? Да, христиане. Не, понятно. Лена и Даша в Казахстане. Угу. Спасибо. Спасибо. Ты, кстати, потом мне позвони, я буду поговорить о том, что у вас происходит, расскажешь. Хорошо. Спасибо. Кто-то еще что-то хочет сказать именно об этом? Странным. Не все могут слышать даже из тех, кто сейчас в чате. В смысле, кто? Лера, ты слышишь? Можно без включения видео. Надо, наверное, слышать. У нас есть отдельное видео на канале, где люди из разных стран, в том числе из Испании, из Италии, кажется, из других стран, из Кипра, Мьяна, рассказывали о том, что у вас есть. И вот о таком странном. Называется, Бог направляет. Мы действительно, мы так вот живем, мы принимаем тех, кого нам направляет Бог. Мы очень странны еще в том, что мы не делаем, никогда не делаем, не делаем, не собираемся делать в дальнейшем рекламы. Мы в обычном понимании этого, рекламу, там, услуг, там, еще чего-то. Мы просто распространяем информацию о том, что в методах, подходах, которые помогают людям, люди там сами делают видеозаписи, рассказы о том, что у них произошло. Вот, ну, называется, Бог нам направляет. Вот, и это очень приятно осознавать и радоваться тому, какие изменения происходят у людей через это. Лена, еще один такой вопрос к тебе или к Даше по поводу того, каковы лично для тебя были результаты нашего общения. А, да, по поводу Камилу тоже, по поводу, видите, да расскажи, пожалуйста, по поводу нашего опыта, который возник на одной из конференций сотрудников Международного методического центра, то, что Камил рассказал, какие были последствия у этого. А потом, пожалуйста, просто показать документы, может быть, до и после снятия диагноза, собственно, эта статья есть у нас об этом, и твой в виде рассказ, твой об этом есть и на Ютубе, и есть у нас на канале. Тоже там приложены эти документы, можно сказать. Расскажи, пожалуйста, по поводу вот этого вот зум-театра. Как это возникло и какие результаты? В марте была у нас конференция по поводу деятельности Международного методического центра работ, и там Камиль Чилаев, знаменитый просто потрясающий музыкотерапевт из Франции, который работает уже, даже не знаю, лет 30, да, наверное, он работает с такими... Он очень известный композитор, музыкант, просто легендарный. И он сказал о том, что во время пандемии они начали пользоваться другим форматом театральным, который можно делать через зум, который также прекрасно, даже с большими возможностями, с новыми возможностями может передать характер различных произведений, стихов, прозы. И очень по-другому можно считывать образы через именно зум-трансляцию. Я посмотрела, как это выглядит на Фейсбуке, несколько его работ, они меня очень впечатлили, особенно там стихотворение Маяковского. Я настолько вот прям схватилась за эту идею, потому что уже больше года пандемии, и наш музыкальный театр, он уже, то есть вот мои какие-то частные занятия, но тоже в течение года, но дети приходят, уходят, это одно. А вот именно дети, которые были костяком музыкального театра, они буквально уже, ну, высохли, так скажем, и учеба дистанционная, и мы дистанционные, и это настолько им было тяжело. И я предложила для них вот такую форму работы через зум, которую предложил Камиль. И на самом деле они, мы делаем это не только на занятиях вот так через зум, но они вдохновились, именно некоторые дети вдохновились, и они стали сами записывать все стихотворения, которые мы с ними разбираем. Мы, например, подбираем стихотворение, потом разбираем по образам, и они стали это записывать с куклами какими-то, кукла, потом растения, вот все, что есть дома, они этому присваивают определенные образы и снимают это, и получаются настолько интересные сказки, которые, сказки, стихи, истории, которые, их смотрят другие дети. Потому что я их показывала, например, вот не только другим детям, которые занимаются в этом театре, но, например, я показывала своим детям, те мои дети показывали другим детям, и это всегда так интересно, потому что это видно, что это сделано вот так вот, ну, как, нет еще, знаете, профессионального монтажа, ничего, но это очень интересно, самим детям интересно. И я очень благодарна Камилю за эту идею, она потрясающая, и вам давит, что вы познакомились с таким замечательным человеком. И это прямо такой, знаете, глоток свежего воздуха в пандемию, тогда, когда всех закрывают, а здесь такая возможность. Спасибо. 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 Еще одно е Aftercare все хорошее де nuestros herselfedown maar din domenaSheet из anime This is so much as Emilia you know, got a prosts, cinco китационер different spirits and guttun your muscles, program her воскресэк иύ. Что, например, когда мы сейчас провели ошибку и получили микрооразонов, иeouserry густар fazery become a on the upward system with type group. Хотя они попробуют созреваем его удачныеoop спиной, но деньги массаж могут не picked up gay, хотя он не должен ходить в комиссию ПМПК и потом еще у них были помощники у каждую наобку и было шесть таких человек. Но в общем в итоге их было шесть таких человек для мишки это было незнакомое помещение, и он проявил себя во всей красе, то есть он и поскандалил. Ты пропала снова, Лен. Лен, ты пропала, пока тебя нет. Все, теперь я есть? Да. Так вот, он пирамидки ни одной не сложил, ну, у них там обычные вот эти вот тесты, на которых они смотрят уровень развития ребенка, но он, каждый из этих шести человек позвал его по имени, каждый он потом подошел, посмотрел на нее. Он попросился в туалет, потому что он очень нервничал, и видно было, что он подошел ко мне и говорит, «Идем, идем». То есть это вообще, я поняла, с ним нужно выходить прям куда-нибудь, а он тогда выдает какое-то слово. Он так вот, он неговорящий, да, но он все равно, значит, он знает, значит, он, и вот это вот, я сразу говорю, «Пойдем, конечно». Конечно, то есть я была такая счастливая, и они сказали, ну, это не аутизм. Пригласили потом психиатра, которые тоже вот еще задержали нас, то есть это было обследование, буквально вот прям 55 минут это все было, и он выдержал это, и нам сняли диагноз, то есть это не аутизм, поставили, поставили он, наверное, в первой степени, поставили за ПРР, но аутизма нет. Это факт. И это, хотя до этого, за полгода до этого буквально еще стоял он, нам поставили вот этот диагноз, и вот он прям совершил такой большой скачок за полгода, это вот сеансы с Давидом, и выполнение рекомендаций, которые Давиду мне давали, и по поводу его истерик, потому что истерики для меня были сначала как проявление, ну что, ну аутизм, ну что же, ну вот ничего же не сделаешь. А потом Давид говорит, а это, ты думаешь, это аутизм? Это нет, то есть невоспитанность. Слово пропало. Я подумала, невоспитанность так, невоспитанность, значит, нужно воспитывать. Вот мы с ним по-другому стали разговаривать, не с точки зрения, что ты болен, поэтому тебе можно. Нет, ты человек, поэтому тебе нельзя. Но, однако же, выражать гнев, он его выражает, и мы проявляем вот это уважение к его гневу, да, что да, ты можешь злиться, значит, что-то не так. Давай выяснять, что не так. Но это не истерика уже. Понятно. Но тут не будем забывать тоже о главном, о том, что вот это вот удивительная вещь, снятие диагноза через полгода после того, как он был подтвержден, то есть бумажка, которую ты предоставила, именно так, разница в полгода. Она произошла в результате не только моего внимания, скажем так, но и Юсефа, Александра Шридмара, ну и все остальные тоже, доктор Аркадий, доктор Римма, которые помогали, консультировали, рассказывали о подходах к здоровью и к нездоровью, и практические рекомендации. То есть это было в буквальном смысле коллективное тоже усилие. Помню, что ты вот писала еще вот и... Ну, по поводу всего этого вот, того, что вот медитация Юсефа и лекция с мировыми упражнениями и так далее. Да, Александр Шридмар, про его упражнение. Можно я еще скажу, вот на этой комиссии была невропатолог, которая нас сначала и направила к психиатру. То есть полгода назад она нас направила в ноябре, и она смотрела, и она не поняла, подождите, он же у вас не отзывался на имя, он же вообще у вас валялся на приеме у меня, вот вообще никак. Я не реагировал. И это... Подождите, точно? Вот ваша фамилия? Да, ваша фамилия. То есть это была та же невропатолог, понимаете? И она была очень удивлена тому, что вот с ним произошло. Да, это удивительно. Еще то, что это произошло, во-первых, и стабильно, и произошло дистанционно, это вообще что-то странное. Любой здравомыслящий специалист, которому сказать про что-то подобное, он покрутит СССР, скажет, но это что-то не относящееся к действительности, деликатно говоря. Но ты не одна такая, поэтому... Вот, ее-то радует. Давай на этом немножко... А можно я скажу? Да, скажи. Ну вот, у нас немножко другая ситуация, но мы тоже были на ПМПК комиссии в этом году, и Артема направили, уже определили в школу. Мы отстояли обычную школу на коррекционный класс, и они вспомнили тот момент, когда он первые разы приходил на ПМПК комиссию на составе не шесть человек, а четыре, и входит логопед, дефектолог, психолог и, ну, начальник, скажем так. И они вспомнили, как он тоже лежал на полу, ничего не хотел делать, бился в истерике, а вот второй раз в течение... Вот в прошлом году мы были в июле, и в этом году мы были вот в июне четвертого числа. Они были в шоке, насколько ребенок поменялся, что он даже уходить не хотел. Ему нравилось сидеть, играть, рисовать и выполнять задания психолога, который, ну, давал ему. Хотя они, с одной стороны, говорили, что, ну, вы понимаете, какой еще у вас путь предстоит дальнейший, ну, что это очень сложно, там, школа сложна, там, будет физика, английский язык, Юль, ты меня очень удивил. Я первый раз такое слышал, чтобы ребенок не хотел выходить из кабинета, где его, как бы, допрашивали, оценивали и прочее, но никогда о таком не слышал. Это удивительно что-то. Вот второй раз, вот, в течение, ну, через год, получается. Первый раз мы были в пандемию, мы не планировали идти, а нам позвонили садика, сказали, если вы хотите еще остаться на год, в саду, то вам нужно пройти по МПК-комиссию. Мы прошли, и, ну, я так собиралась достаточно быстро, что, честно, я даже забыла рисунок. И когда я пришла, говорили, ой, мы не нарисовали. Она говорит, а у нас все какие-то рисуют у меня. То есть я первый раз себя почувствовала, наверное, как адекватно нормальным родителям, который приходит просто заполнять какие-то документы, там, ну, какие-то обычные бумажки заполняет, но не держит на руках ребенка, пытается там, ну, поставь что-нибудь, какой-нибудь треугольничек куда-нибудь. То есть он сидел спокойно вдали от меня, ну, кабинет большой, он сидел там в уголочке, где сидела психолог, и выполнял все ее задания. Он выходить не хотел реально. И это, ну, вот они вспомнили, они говорят, мы видим, конечно, какие результаты у вас. И невролог нам не сняла диагноз полностью, но нам она поставила общее недоразвитие речи уже третьего уровня. А у нас стояла первая и вторая уровня. И убрали у нас алалит. Спасибо, Юля. Ты вот тоже, как бы, так сказала о том, о чем мы с ССФ и говорим, что у всех процесс восстановления, скажем так, развития происходит по-разному. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Вот у вас он, вероятно, медленнее, чем у других происходил. Но результаты замечательные. Вот, и при том, что мы, как бы, не были постоянно в контакте, и все это время, то есть, вы как бы сами по себе, вот это происходило развитие. И мы очень рады вашему получению. Ну, я скажу так, что, хоть я не всегда, прошу прощения, что перебила, не всегда я на связи здесь, но медитацию я стараюсь делать регулярно. Я приучила к этому маму свою, насколько она, у нее было много сопротивления, ну, как медика, как это может помочь вообще. И потом, когда она говорит, что ты эти сказки все слушаешь. Артем даже просит. У него сейчас любимая сказка, он просит мне каждый вечер. Это сказка, которую Юсефа создала. Да, про мальчика, тоже совершенно удивительная вещь. Дурные привычки. Вот, это его любимая сказка, вторая сказка про мальчика, который не умел говорить. А про пищевое поведение... Создала удивительные сказки такие. Да, про пищевое поведение и про туалет я ставлю уже, когда Артем спит, и работает это все на подсознании. У нас действительно процесс идет медленнее, чем, может быть, ожидали многие, но он идет очень четко. Он сейчас уже сидит на унитазе, на сидушке, но, к сожалению, пока с туалетом по-большому еще идет, как говорится, процесс восстановления, но, по крайней мере, уже нет страха. И уже навыки самообслуживания очень хорошо идут. Вчера он забрал у меня ножницы и сам подстегал на руках ножницы. И выбрал самые острые ножницы. Тупые ему не понравились тем, что они как бы нехорошо... Ну да, они могут и пораниться, в буквальном смысле. Он забрал острые, я говорю, Артем, ну это взрослые ножницы, они маленькие, но они остренькие, но вот под моим руководством, но он все сам делал. Он мне не дал ни один пальчик. Замечательно, замечательно. Я так немножко вспоминаю, каким он был, когда вы приезжали. Немножечко другим. И немножечко другим. Самостоятельности в том числе там такой как бы особо не проявлялось. Спасибо, Юля. Очень приятно было слышать то, что ты рассказала. Давайте будем заканчивать. У нас через условно несколько минут сеанс должен будет начаться. Даша, если можно, покажи, пожалуйста, вот этот кусочек с документами. Ребенок, он вошел в этот мир. И то, что сейчас вы придумали от энергии, толчок и желание идти дальше вместе с вами. Спасибо. 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 Спасибо, Даша. Лена, огромное тебе спасибо. Продолжаем делать то, о чем мы говорили. Насколько мне помнится, мы говорили еще о многом, о чем ты сегодня еще не рассказала. Мы постараемся делать так, что об этом мы будем не говорить, а это просто уже совершать и преподносить людям, о чем мы говорили. Спасибо. Спасибо тебе большое. Будем переваривать еще то, что ты рассказала. Хорошо. Стараться это как-то принести. Вот с этими шартиками, например. Но давай действительно сделаем так, чтобы это вышло в виде, в виде руководств нескольких. Да, я думаю, что можно это сделать прям по блокам, прям с упражнениями, с такой демонстрацией, и более адаптированно, да, чтобы это было? Да, 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 именно так. То есть конкретно руководство к действиям. Причем, естественно, учитывать, что люди это могут воспринять как-то не очень ровно, чтобы это в любом случае принесло пользу и предостеречь от того, что вот так вот делать мне надо. Потому что практика показывает, что это очень важно. Но постараться объяснить так, чтобы люди по возможности не совершали ошибок, что происходит очень часто. Ладно, огромное спасибо тебе. Ой, прошу прощения. У кого-то, может быть, есть вопросы какие-то срочные к Лене, по тому, что она сказала. У нас есть на это еще минут, скажем, 10. Если у кого-то есть вопросы. Собственно, все вы можете спросить еще и в чате, там и лично, большинство из вас. Кто-то сейчас хочет что-то спросить? Ну, люди предпочитают, естественно, лично. Ты знакома всем, ты знаешь, как запечна. Ладно, всего доброго всем. Лена, спасибо огромное. И до скорого. До свидания. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова